Всем привет в очередной раз! Снова с вами я, Артем, представитель итальянского производителя Multivan на территории России. И сегодня мы с вами снова будем говорить о навесном оборудовании. В этом направлении у меня нескончаемый источник вдохновения, поскольку количество навесного оборудования для мини-погрузчиков Multivan превышает 170 видов. Следует признать, что шарнирно-сочлененные мини-погрузчики держат уверенную пальму первенства во всем мире по количеству совместимого навесного оборудования. В этом нет ничего удивительного, поскольку это и было целью их создания – произвести максимально универсальную машину. И лично мне кажется, компании Multivan это удалось. Ну что ж, давайте ближе к делу. Есть навесная п***ня очень простая, обыденная, например, основной ковш или даже подметальная щетка. Всем понятно, для чего она, и сфера применения такой навески широка. А есть очень интересные варианты, и об одном из таких приспособлений мы с вами сегодня и поговорим. Итак, господа и дамы, вашему вниманию – резчик деревьев. Та-дам! Уже из названия можно понять, для чего предназначено это интересное навесное оборудование. Это эффективный и полезный инструмент для удаления некрупных деревьев. Его основное предназначение заключается в удалении древесной растительности и прореживании лесопосадок. Также, благодаря телескопической стреле мини-погрузчика Multivan, это навесное оборудование можно также использовать для обрезки веток в труднодоступных местах, как на высоте, так и вдали. Давайте посмотрим, каков принцип работы данного приспособления, а потом проведем реальные полевые испытания. Итак, основными рабочими инструментами резчика деревьев являются захваты и непосредственно режущий нож. Вообще, резчик деревьев поставляется в двух модификациях – с неподвижным фиксированным ножом и модель с гидравлическим лезвием, как вот эта. Принцип работы резчика с фиксированным лезвием прост. При помощи гидравлических захватов ствол дерева плотно фиксируется, после чего те же самые захваты прижимаю дерево к ножу, который расположен вот здесь, до тех пор, пока его ствол не будет перерублен. Выглядит это вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а нам с вами в руки попался более интересный образец – вариант с гидравлическим лезвием. Вот с таким. В данном случае функция захвата здесь заключается исключительно фиксацией ствола дерева. Нож данной модификации подвижный и также питается гидравликой. Потом перерубленное дерево можно перевести и лишь потом разжать захват и положить его на землю. Согласно спецификации производителя, максимальный диаметр ствола, который может осилить вот этот резчик, составляет 15 см. Максимальное раскрытие захватов – 50 см. А весит это навесное оборудование – 380 кг. Но давайте сначала потренируемся, проведем бой с тенью дерева, прежде чем приступим к боевым испытаниям. В качестве базовой машины я сегодня, пожалуй, выбрал Multivan 84 SK. Он большой, красивый, самое главное – мощный. И вот эта вот навесная оборудование будет использоваться впоследствии именно на такой машине. А сейчас, как и обещал, небольшие такие предполевые испытания. Прежде чем мы начнем, я хотел бы обратить ваше внимание на то, какой мощный этот захват. Смотрите, какие у него серьезнейшие такие лапы. Ну, оно прямо внушает уверенность. И вот этот вот нож, да, который тоже питается в данном случае гидравлически, и я хочу заметить, что он достаточно острый. Ну, порезаться в него у меня, конечно, не получится, хотя при желании-то… Ну и, собственно говоря, все это приводится в движение гидроцелин. Ну и, соответственно, гидравлическое оборудование мы, как всегда, в три движения без потери масла подключим к нашей базовой машине при помощи вот такого гидравлического мультиконнектора. В данном случае гидравлический мультиконнектор у нас на две линии. Без всяких проблем, как я и говорил, в три движения мы подключили сейчас это наше навесное оборудование. Ну, давайте посмотрим, как оно работает. Я завожу нашу базовую машину. One 84 SK. Благо, на улице не так холодно, поэтому… Ну, и давайте смотреть, как оно работает. Давайте, смотрите, коллеги. Управляется это все. Несмотря на то, что у нас два гидравлических рабочих органа, вроде бы захваты отдельно, ножик отдельно, но все это управляется, собственно говоря, с одним курком. Нету здесь электромагнитного клапана, задействовать нам его не нужно. Сначала срабатывают захваты, потом у нас срабатывает… Потом срабатывает нож. Вот, смотрите, наше дерево захвачено, прижато, и после этого в дело вступает нож, который, соответственно, прижимает ствол дерева вот к той вот зубчатой поверхности, которую мы уже с вами видели. Вот, в теории сейчас ствол нашего дерева должен быть перерублен, и мы можем смело ввести его куда-то, в какое-то место утилизации. Все время забываю, в какую сторону запускается, в какую закрывается. От себя, получается, у нас захват открывается, на себя, соответственно, закрывается. Смотрите, у нас захваты разъехались, ну и, соответственно, нож тоже принял свое первичное нейтральное положение. Ну, а сейчас у нас, наверное, есть смысл нам попытаться провести боевые испытания и какое-нибудь дерево, к моему глубокому сожалению, разрезать. Ну, что ж, коллеги, смотрите, поскольку мы находимся в городской черте, и склад нас в городской черте, найти деревья, которые можно с легкостью порубить, это не так просто. Вот такой вот куст, куст мы нашли, ну и, соответственно, сейчас какой-нибудь из этих, я думаю, вот это вот самое толстое, здесь, конечно, не 15 сантиметров, но сантиметров, наверное, 8, а может быть, 10 здесь присутствует. Мы его сейчас попытаемся отрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 7-8 сантиметров Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Он ее не сломал То есть это реально резчик деревьев, а не переломщик деревьев И здесь обратите внимание Ну то есть получается да, это реально нож и он реально режет А не ломает, не щепит Я удивлен Ну что ж, можно сделать вывод, что испытания прошли вполне успешно Это навесное оборудование очень интересное, а главное полезное и функциональное Кстати, не стоит забывать, что оно еще и очень неприхотливое Достаточно регулярно смазывать движущиеся части, а также вовремя затачивать нож Я считаю, что Multivan еще раз доказал свою мега универсальность А это замечательное навесное оборудование под названием резчик деревьев Традиционно отправится к своему владельцу Где будет трудиться в паре с Multivan 84SK точно такой же А у меня на этом все До новых встреч Подписывайтесь на канал Multivan Russia Ставьте лайки Пишите ваши комментарии Всем добра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok